всем добрый день с вами your design меня зовут александр гончаров сегодняшнее видео будет про одну из последних фич которая стала доступна только в сас начиная с версии 3 и 3 была доступна во всех бета-релизах еще в 2013 году но в паблик вышла только вот в начале 2014 она называется source maps это карты источников если дословно перевести это файл который позволяет нам браузеру как-то рассказать о том какую структуру имел проект до компиляции в конечный файл давайте сразу к примеру перейдем у меня этот сделал проект сас source maps назвал его здесь индекс html из разметки репер в котором три параграфа с разными классами и заголовок h1 подключен файл ставил css вот он можете его наблюдать он компилируется вот из этого он импортирует четыре файла metacolor сайза с бейс репер в colors у нас хэш из четырех цветов с ключами и я написал функцию чтобы мы где там не путаться никогда просто color и название цвета он из этого массива вытаскивает то же самое с размером все одинаково бейс файл присваивает какие-то стиле к бодику вот типа графика background что то же самое с заголовками параграфами там отступы небольшие в общем так по мелочи и у рэпера здесь немного адаптивного дизайна для маленьких экранов стопроцентный для побольше сделаем небольшой контейнер посередине ну давайте сейчас запустим это все в хроме посмотрим как выглядит вот примерно так сразу скажу замечание очень важно чтобы наш проект находился на локальном сервере даже несмотря на то что это html файл если здесь будет вот такой вот примерный путь то тогда хром сможет нормально перезагружать изменения в реальном времени без live reload без всех вот этих штук просто сразу он это будет включать если это будет просто путь типа там файл двоеточие 3 слыша и какой-то наш проект то chrome не будет этого перезапускать поэтому да позаботьтесь о том что у вас локальный сервер работал и вот на разметке мы уже остановились давайте сейчас я компилятор запущу перейдем директорию вот сас watch нужно включить ключ включить ключ добавить ключ к нашей команде source map его директория сас компилируется прямо в корень сас из вейтинг он ченчис и на данный момент если я здесь изменю с красного синий у нас все изменилось но chrome сам не перезагрузил изменения нам нужно нажать команды так давайте вернем и посмотрим как же вот этот файл . мэп у нас показано в инструменте разработчиков на самом деле нужно не забыть здесь в настройках поставить галочку enable css source maps здесь то же самое есть java скриптом но на самом деле пример работы он идентичный если нужно будет записать отдельное видео я запишу но может быть я это сквозно где-нибудь покажу в другом видео это совершенно неважно css am интереснее и вот эта галочка авторе лоджи не рейтит css то есть то о чем я уже говорил нужно локальный сервер чтобы chrome это перезагружал здесь мы видим если посмотрим на странице просто наша разметка и вот в этом вот блоке в котором мы привыкли смотреть стиле мы видим уже не ставил css и строка на которой там это находится а непосредственно наши небольшие файлы вот эти вот которые мы здесь импортируем то есть для body у нас стиле применяется в base css для рэпера в репер css и так далее но если мы хотим да мы здесь если мы на них нажмем мы просто перейдем в этот файл можем все что угодно сменить и в реальном времени у нас это все применится но для этого мы указываем хрому где этот файл находится то есть base css он не знает куда это сохранять мы единожды пейс css показываем где находится так счастлив со source maps as base css не забудьте дописать расширение там просто так появится заменить и шрифт вон вырос на глазах час я как-нибудь посерьезнее изменю чтобы наглядно видно можно сразу здесь менять консоль ловит изменения файлы base css если мы здесь его откроем редактор естественно тоже его поймает хорошо так у меня получилось здесь тоже все меняется автоматически перезагружается chrome очень покладисто выполняет свою работу в colors та же самая штука если мы здесь изменим этот файл напишем валю например он спросит где это находится он в принципе нас даже уже подводим к директории мета нам нужно только расширение написать нажать заменить и все последующие изменения здесь будут меняться тут тоже перекомпилироваться все в реальном времени я вот не знаю насколько это фича вообще необходимо но то есть на самом деле я всегда привык просто работать вот так вот с редактором здесь life reload плагином каким-то который автоматически перезагружает браузер и меня не принципиально пишу я это здесь или справа на самом деле здесь возможно даже дерево проекта не так удобно стилизовано как тут не знает а на самом деле сидела вкус и даже вкладочки есть то есть но самом деле за все уже предельно удобно но что касается поддержки браузера то вот например давайте откроем тот же самый проект в сафари и поймем что все не так радужно перенесу вот мы видим все то же самое если мы инспекте им этот элемент все base с css мы его видим можем в него перейти и посмотреть но мы ничего не можем здесь изменить а вот пишу слышно клавиатуру не получается только те значения которые color picker am применены вот и допустим этот он наводится я могу здесь поставить какой-нибудь желтый цвет нажать command s он мне предложит это тоже сохранить причем он не понимает где это по умолчанию есть честно доведу его до туда вот сохраню консоль действительно поймала изменения сам сафари ничего не перезагрузим надо нажать command r в общем это не очень я бы сказал приятный workflow и но тем не менее все структуру можно посмотреть то есть ну для дебажа не этот хоть какой-то примерный уровень работы но зато в сафари не надо ничего включать это все работает по умолчанию вот так сейчас я красный цвет обратно вернула там тот желтый у нас останется в проекте да все работает что касается firefox и я вчера когда готовился к скринкасту вообще долго пытался понять вообще как это все работает здесь но на самом деле тоже ничего необычного есть у нас сразу эти файлы здесь в редакторе стилей мы их можем просмотреть и если мы здесь это inspect элемент или не до это пишем то тоже у нас здесь base scss то есть как бы просмотр весь сорс мэпов налажен но работа с ними в реальном времени не очень я здесь если это что-то сменю то у меня даже спросит куда сохранить я ему даже сейчас покажу куда сохранить но насколько я помню он не будет перезагружать это в реальном времени таксас были сссс заменить до консоль это все сменила но сейчас я вот 18 пикселей сделаю а нет на самом деле тоже в реальном времени меня я недооценил firefox или нет не до подготовился но прикольно прикольно сейчас попробуем цвет сменить будет ли он это в реальном времени делать но на самом деле занят штучку то поменьше сделать блю сейчас покажу colors металл здесь находится заменить да тоже меняет в реальном времени это прикольно но с firefox я лично работать не очень привык поэтому ну как бы плюсик к мазили в их копилочку они тут даже стиль сменили в последнем браузере чтобы немного кроме приблизиться видимо на полную на это настроен но и что касается компаса то на самом деле работа точно такая же сейчас давайте перейдем обратно туда я этот проект продублировал сейчас я его открою здесь брейки все то есть точно такой же проект только еще конфиг рпи который показывает нам какие директории как это все дело компилировать давайте запустим в очерком пас вот так юзерский до компас watch и точно такой же flag source map эту директорию все компас ожидает изменений да здесь тоже этот проект запущу отдельно хроме компас source maps вот он практически такой же ну и давайте опять на примере цвет это очень наглядно так надо не забыть что мы она даже поймал что в этой директории только расширение дописать заменить консоль поймала изменения здесь все автоматически тоже перекрасилась в другой цвет то есть если вы работаете с компасом то не беда это все работает точно так же пишите в комментариях что думаете по этому поводу пользуетесь ли планируете воспользоваться после этого видео может быть что-то вам осталось непонятным но я лично не очень вдохновлен во первых потому что в сафари не работает возможно в сафари 8 который анонсирован и будет доступен одновременно с релизом и сэмит когда-нибудь там осенью возможно там это все допилит будет прикольно и здорово но на данный момент с наличием всех этих css методологий в редакторе кода все-таки работать приятнее уж не знаю можно здесь нет здесь нельзя создавать файлы отдельно то есть это уже только для дебажа не какого-то реально готового сформировавшегося проекта может быть вы кого-то попросите вам помочь и для того чтобы все изменения пушились на на какой-то сервер сохранялись нужно это тоже включить но для постоянной работы лично я бы не использовал подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки делитесь с друзьями рассказываете что где видели и всем удачного дня пока